приветствую вас дорогие зрители что-то я всегда пишу о необычайной красоте забывая что красота может представлять из себя угрозу для человека например как ядовитые растения которыми приятно любоваться но приближаться к ним не стоит и сегодня я подготовила для вас подборку о 14 самых опасных для человека минералах и драгоценных камнях а также можно ли с ними безопасно взаимодействовать всем привет с вами ольга меликин вы на канале джимс тонн в канале о драгоценных камнях и ювелирных украшениях сегодня снова говорим о прекрасном давайте начинаем халькантит этот интересный минерал по своему составу является сульфатом меди с водой благодаря своему составу такой минерал легко способен растворяться в воде выделяя медь и по сути отравить все и всех вокруг например в одном из мест добычи этого минерала вся рыба и водоросли в пруду полностью вымерли если человек попробует на зуб такой минерал то может отравиться большим количеством меди поступившим в организм галинит по составу галинит это сульфит свинца его добывают как главную руду на свинец благодаря характерным кубическим кристаллам и металлический свинцовому блеску многим интересно хранить у себя дома такой красивый минерал но не стоит это делать в открытом пространстве лучше за стеклянными дверцами при вдыхании его пыли образец крайне опасен и может закупоривать легкие в остальном он не представляет других угроз есть одно удивительное свойство этого минерала если ударить по нему молотком то он разлетится на кубики совсем маленького размера но такие же идеальные как и большой образец ведь все дело в его совершенном свойстве спаянности способности раскалываться вот на такие маленькие кубы киноварь это еще один сульфит но не свинца а сульфит ртути все прекрасно знают что ртуть крайне опасный элемент и лучше не иметь ни никаких прямых контактов в древние века киноварь называли кровью драконов а во времена испанских конкистадоров многих рабов отправляли на испанские шахты неминуемо это означало что живым выбраться уже не получится при обработке этого минерала или при его нагреве киноварь способна высвобождать ртуть в результате человека наступает обморок потери чувствительности потом судороги и быстрый летальный исход киноварь совсем не тот минерал который можно коллекционировать у себя дома арсенапирид другое название этого интересного минерала мышьяковый колчедан содержит железо и мышьяк в больших количествах если ударить по арсенапириду то во-первых появятся искры а во-вторых характерный чесночный запах еще в древности перит и арсенапирид называли золотом дураков за их большое сходство с вожделенным металлом думаю не стоит объяснять что любое вдыхание и прикосновение с таким минералом чревато для жизни средние века с помощью мышьяка убирали неугодных конкурентов на трон при этом никто не понимал что это было отравление ведь жертва не погибает сразу а просто потихоньку мучается при контакте с арсенапиридом необходимо немедленно и тщательно промыть руки хранить арсенапирид следует исключительно в отдельной и закрытой коробке но все-таки лучше не хранить азбест помню после третьего курса мы поехали на средний урал на гемологическую практику одним из посещений было крупное азбестовое месторождение где наш преподаватель сообщил будьте аккуратны если пару раз увидеть этот минерал то не страшно а вот если все время с ним работать и трогать его то его тонкие волокна могут забить легкие и вызвать рак из-за механических повреждений внутри часто на ярмарках и выставках можно встретить кулоны и подвески с хризатил азбестом или амфиболовым азбестом особенно амфиболовом я не рекомендую носить эти минералы на себе рядом с вашими дыхательными путями из-за особенностей строения минерала маленькие частички легко освобождаются и смогут попасть ваши легкие что конечно совсем нежелательно например в европе с таким азбестом категорически запрещено делать украшения кюрит обладатели очень яркой мандариновой окраски вряд ли вы встретите даже на минералогических выставках но если когда-нибудь вы увидите этот камушек то лучше не стоит держать его в своих руках по составу этот минерал представляет из себя оксид свинца и урана поэтому его радиоактивность зашкаливает минерал всегда обладает необычайно яркой окраской и может менять цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей купроскладовскит еще один характерный минерал урановых месторождений имеет также очень красивую и ядовитую окраску его вытянутые кристаллы в форме иголок кислотно-зеленого цвета сразу притягивают к себе внимание но такой минерал не стоит не только брать в руки но и подходить к нему слишком близко ведь он очень радиоактивен аури пигмент еще один сульфид мышьяка прекрасный и более ужасный даже чем арсеноперид это аури пигмент интересно что в древние века в китае использовали этот минерал как основу для желтой охреной краски правда художники работающие с этим минералом умирали не дожив до средних лет зная про такое губительное свойство этого минерала в средневековье часто пропитывали наконечники стрел растолченными образцами враги быстрее погибали не от самого удара стрелы от действия мышьяка торбернит второе название этого зловещего минерала адский камень образуют красивейшие изумрудные призмы и многие интересуются таким минералом ради пополнения своей минералогической коллекции однако торбернит может содержать в своем составе до 50 процентов урана кроме того этот камушек способен высвобождать крайне опасный для человека газ радон что приводит к раку легких в случае постоянного контакта с этим минералом однако волноваться не стоит вряд ли в своем уме продавец будет предлагать вам такие убийственные минералы и если первые девять камней о которых я сейчас рассказала мы вряд ли будем носить на себе то вот оставшаяся пятерка часто мелькает на ювелирных выставках и наверняка она вам знакома кулончики с этими самоцветами весьма популярны да и ювелирные украшения в золоте и серебре тоже имеются и так какие из самоцветов и драгоценных камней могут представлять угрозу чароид красивейший поделочный камень окрашенный во все оттенки сиренево-фиолетовых тонов невероятно привлекателен и пользуется большим спросом это неудивительно ведь единственное месторождение в мире этого уникального камня находится в россии на границе иркутской области и якутии на реке чара сам по чараид абсолютно безопасен однако в украшениях и подделочных работах мы видим не чараид а чараидит горную породу состоящую из чараито и нескольких десятков других минералов и именно зерна некоторых из этих минералов могут быть радиоактивными прежде всего речь идет о прожилках желтых тонов иногда черных могу сказать так сейчас все поступления очень хорошо контролируется а вот например в 90-е годы купить кулончик с радиоактивным чараидом вполне было возможно флюорид очень недорогой и популярный самоцвет интересно смотрятся кристаллы с полихромной окраской когда из нежно-зеленого оттенка идет резкий переход фиолетовый хотя флюорид может быть очень разнообразен по цвету и даже есть желтые и оранжевые образцы по своему составу флюорид представляет из себя вторит кальция и иногда его окраска может быть вызвана содержанием радиоактивных элементов таких как уран или торий причем это именно желтая окраска из всего многообразия вариантов я еще не встречала по-настоящему радиоактивного образца да и честно скажу желтые флюориды не встречаются особо в активной продаже гелиодор красивейшая ювелирная разновидность берила желтого и золотистого оттенков всегда вызывает много вопросов на тему его радиоактивности отчасти это связано с тем что в гелиодоре могут присутствовать примеси урана однако чтобы этот роскошный драгоценный камень стал действительно радиоактивен и начал фонить то нужно чтобы не гелиодор содержал примесь урана в ничтожных количествах как это есть на самом деле а наоборот уран содержал в себе примеси гелиодора но такого в природе пока нет топаз лондон топазы драгоценные камни третьего порядка на сегодняшний день все топазы продаваемые в ювелирных сетях были подвергнуты облагораживанию это как правило облучение топаз лондон с густым сине стальным оттенком не встречается в природе сначала топаз подвергают облучению затем нагреванию и далеко не каждый топаз можно превратить в топаз лондон чтобы топаз после таких процедур не фонил камень выдерживают свинцовых контейнерах в течение года его попадание без соблюдения всех систем безопасности ювелирные сети возможно но на сегодняшний день маловероятно целестин красивейшие друзы небесно-голубого целестина вы наверняка видели в минералогических магазинах и на выставках все кто любит камни небесных оттенков задерживаются надолго возле таких витрин однако по составу этот красивейший минерал представляет из себя сульфат стронция тема с его радиоактивностью весьма раздута в последнее время хотя чтобы такой минерал мог повлиять на человека нужно пить растворенный порошок этого целестина в течение например нескольких месяцев но я не думаю что такая идея кому-нибудь придет когда-то в голову как видите при правильном отношении к особым минералам и драгоценным камням риск для человека будет минимальным а какие из этих минералов и драгоценных камней вам знакомы пишите в комментариях буду рада нашему общению мне приятно если видео вам понравилось ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал если считаете нужным пишите ваше впечатление и эмоции в комментариях ну а я отправляюсь для вас делать новый ролик счастливо а